МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТАМДАВА Древний танец творения и разрушения. Индийцы говорят, когда-то его исполнял сам бог Шива. Поэтому берутся за него только умельцы. Колокольчики на ногах танцовщицы придают мистичность танцу. Их называют челенго или гунгуру. Это древний атрибут танца. Они создают звук, ритм. Это своего рода музыкальный инструмент танцовщицы. Религиозные танцы исполняют по большим праздникам. Индийцы, проживающие в Молдове, отмечают их с размахом. Например, День Конституции. Мы называем его День Республики. 75 лет назад в стране приняли Конституцию, и это большая гордость для нас. В ней прописаны законы, которые очень важны. Свобода слова, мысли. И, конечно, этот день отмечаем с музыкой и танцами. В Молдове проживает около тысячи индийцев. Они охотно делятся своими традициями с местными жителями. Приглашают на праздники, обучают танцам и даже вместе выступают. Молдаване такие дружелюбные, а главное, им нравится общаться. Они говорят «Привет», «Мне нравится песня «Джимми, Джимми, Ача, Ача» и «Ваши танцы». И так мы и начинаем наше общение. Любовь к индийским танцам у молдаван вспыхнула еще в 80-х, когда в кинотеатрах появилось индийское кино. Интерес не угас до сих пор. Всегда хотела стать более женственной, добавить красоты в жизнь. На одном из праздников я увидела эти танцы, и что-то колыхнулось в моей душе. Я отбросила все сомнения и сказала себе, что хочу так танцевать. Эти движения меня уравновешивают, заставляют чувствовать себя более красивой. Освоить сложные элементы помогает Провина, студентка медуниверситета. Она несколько лет обучает молдавана к танцам. Главный секрет таится в жестах рук. Их называют мудры и хасты. По ним можно прочитать историю. Раз, два, три. Это дерево. А это свадьба, как цепочка на шее. Получается весенняя свадьба. Молдаван и индийцев на праздники под одной крышей собирает Абхая Кумар. В Молдову он приехал в 2000-х. Основал индийский центр, помогает соотечественникам и продвигает культуру Индии. Этот центр мы создавали в 2017 году. И как раз тогда очень много студентов, особенно в медицине, они сюда приехали. Или очень много есть от сюда, которые хотели уехать в Индии. Прашивали всегда, как можно туда уехать, как можно визу получить. Потом садились, нет посольства, нет консольства. И какие-то есть, чтобы был официальный статус. Абхая хорошо владеет русским. До переезда в Кишинев жил в Москве и работал в фармацевтической компании. В Молдову попал по распределению. Вначале, конечно, из Москвы я не хотел сюда приехать, потому что там большие города, там остальные все. Там не хочется, да? Но когда я приехал сюда, действительно, мне очень понравилось, потому что иудно, очень иудно чувство. Вместе с Абхаем в Молдову переехала супруга Нейлима. Здесь она нашла занятие по душе. В центре преподает курсы хинди – древний язык Индии. Вначале было очень тяжело, потому что есть некоторые кислованы, даже буквы «бх». Вот нету на русском, на румынском, на английском нету этого «бх». И они сначала не поняли, как его говорить. И потом, когда мы каждый день делали практику, уже они говорят хорошо. У Нейлимы учатся студенты разных возрастов. Все мечтают хоть раз побывать в Индии. Я когда услышала, что у нас есть хинди, я так была рада, потому что я уже несколько лет мечтаю изучить хинди. Может быть, больше, чтобы понимать песни индийские, так как я танцую, занимаюсь танцами. Лучших студентов центр отправит в путешествие по Индии. Программу запустили власти этой страны. Отличников определит тестирование. Очень хотелось бы попасть в число отличников. Вначале, конечно, сложно. Много похожих букв. Надо прикладывать усилия, чтобы их различать, а еще и запоминать. Но если изучаешь систематически, все идет как по маслу. Еще одно детище Абхая – аптека Аюрведы. В Индии этот вид медицины практикуют более 5000 лет. Ранние травы, которые действуют в этом области, для улучшения работы, например, для почек, для печени, для сердца. И есть многие травы, которые, например, из-брахами, улучшают память. А от боли в животе индийцы пьют траву хин. Не отпугивает даже вкус. Моете понухать ее, как чувствуется запах, как чеснока. Лук. Есть и универсальные средства, например, шафран. Лучший антиоксидант, обезболивающий и иммуномодулятор. Это считается самые дорогие приправы в мире. Один грамм сафран, чтобы собирать, нужно 120 цветков. И на один цветок, это бывает, это властник, один-два. И это все ручно собирается. Поэтому получается, это очень дорогие. Молва об аюрведических травах из Индии разошлась быстро по Кишиневу. Вслед за лекарственными растениями Абхая начал привозить изоморские продукты. У нас есть рис басматы, да? Это самый весный сорт басматы. Когда вы готовите, он получается как длина после готовки, где-то 10 миллиметров. Он такой длинный. Аюрведа для индийцев не только философия лечения, но и кулинарии. А Крити, как и многие индийцы, вегетарианка. Придерживается принципа ахимсы – никакого насилия над животными. Поэтому все блюда в доме только из овощей и правильных специй. То, что можно купить индийское или привезти из Индии, мы стараемся брать. В местных магазинах кое-какие продукты я, конечно, нахожу. Разную муку, порошок чили, овощные специи. Но не в таком разнообразии и не в таких объемах, как в Индии. Тут, например, не так много острова. Традиционные блюда будто возвращают Акрити домой, в Индию. Она часто готовит по кору. Это овощи в пряном кляре. Это мелко нарезанная капуста, цветная капуста, лук, шпинат, морковка, зеленый перец, имбирь и чеснок. А это чили-перец? Острое? Да, мы очень любим острое. Без специй еда считается незаконченной. Для того, чтобы получить хрустящий кляр, все овощи нужно тщательно перемешать с нутовой мукой и специями. Акрити добавляют черный и красный перец, кардамон и зиру. Мы все перемешиваем руками. Это намного удобнее, так как все специи впитываются в овощи. Из получившейся массы Акрити формируют небольшие пончики и погружают в раскаленное масло. Индийцы очень любят эти снеки, потому что они быстро и легко готовятся. Если кто-то приходит в гости, приготовить можно за считанные минуты. Они очень вкусные, хрустящие. Первая партия готова. Не терпится пробовать. Очень остро. Совсем не остро. В Индии кладут еще больше перца. Вам повезло. К покори индийцы готовят чай – масала. Пряный напиток варят на молоке. Индийцам нравится крепкий чай, поэтому кладем побольше лепестков. В чай добавляем кардамон, корицу, черный перец и имбирь. Знаю, что для молдаван это странное сочетание, а мы любим. В индийском доме всегда есть сладости. На десерт Акрити готовит суджи-халву по старинному рецепту. Это блюдо из манной муки. Ее обжаривают в топленом сливочном масле гхи вместе с тростниковым сахаром. Когда она потемнеет, станет коричневой, тогда нужно будет снять с огня. А до этого постоянно мешать. Как только манка стала бронзовой, добавляем сухофрукты, орехи, кардамон и корицу. Десерт хорош и для иммунитета, так как в нем много полезных ингредиентов. Знаю, что и у вас тоже есть старинные рецепты. Мы попробовали молдавские плациды. Очень вкусно. Десерт в меру пряный и понравится даже детям. Как печенье. Мы первые гости в доме Акрити в Кишиневе. Она всего два месяца. И найти друзей пока не успела. В Молдову приехала вслед за мужем, Ашвином. Дело в том, что я работаю в международной компании. Один из проектов у нас проходит в Республике Молдова. Поэтому и приехали сюда. До этого мы жили в Грузии, в Тбилиси. И вы знаете, эти города схожи к гостеприимству. На родину в Гуджарат Ашвин и Акрити ездят раз в год. Уже привыкли жить вдалеке от дома. Но в Кишиневе не чувствуют себя чужими. Это очень милый и чистый город. Очень зеленый, много парков. Люди очень дружелюбные. Да, они не особо говорят на английском языке. Но при этом всегда пытаются тебя понять, подсказать. Чувствую себя здесь своим. Куда бы ни закинула судьба индийцев, они быстро адаптируются благодаря своей философии. При этом никогда не забывают о своих корнях. Весело и красочно отмечают все индийские праздники, привлекая окружающих к своей яркой культуре. Редактор субтитров А.Семкин